Автопатруль Доброе утро, Мэтт! Как настроение? У тебя день рождения! Сегодня просто замечательный день! Ты на службе? Хм, похоже, тебе нужно починить проблесковый маячок. Он недавно сломался, да? Может быть, у Фрэнка есть запасной? Поехали к нему! ПОЖАРНЫЙ СТАНЦИИ Вот мы и на пожарной станции. Гляди, а вот и Фрэнк. Оу, ну вот, Фрэнк не может одолжить тебе свой проблесковый маячок, потому что он сам его потерял, а запасной сломан. Какая неприятность! Эй, Мэтт! Может быть, скорая помощь Эмбер нас выручит? Может, у нее есть запасная мигалка? Фрэнк хочет поехать с тобой, Мэтт. Отлично! Вот и Эмбер. И у нее есть проблесковый маячок. А вот Мэтт и Фрэнк. Но почему Фрэнк так взволнован? Эмбер, проблесковый маячок Мэтта сломался, а ему нужно патрулировать улицы. Одолжи Мэтту свой. У него ведь день рождения сегодня. Оу, у Эмбер оказывается срочный вызов. И ей очень нужен ее проблесковый маячок. Как насчет Тома? У него в гараже точно есть запасной. Фрэнк прав. Вам нужно разделиться в поисках проблескового маячка, а потом встретиться в полдень возле полицейского участка. Играет музыка. Эй, Том, Мэтту нужен новый проблесковый маячок. У тебя он есть в гараже? Что? У тебя вообще нет проблесковых маячков? Очень странно. Похоже, Том сегодня очень спешит куда-то, как и все остальные в автомобильном городе. Ох, бедный Мэтт. Не расстраивайся. У тебя еще есть время до встречи с Фрэнком. Может быть, у кого-нибудь в городе найдется проблесковый маячок для тебя. Мэтт, гляди, на часах уже почти полдень. Нужно направляться к полицейскому участку, чтобы встретиться с Фрэнком. Надеюсь, у него будут хорошие новости для тебя. Хм, вот дела. Фрэнк не приехал. Куда все подевались? Оу, ребята подготовили сюрприз. Вот почему все спешили сегодня. Только посмотри на них. У всех есть маячки. Похоже, только именинник остался без проблескового маячка. Но погоди, Мэтт. У твоих друзей есть кое-что для тебя. Подарок. Но какой? Новый проблесковый маячок. Мэтт так счастлив. Теперь все друзья могут повеселиться. С днем рождения, Мэтт. Привет, Трой. Чудесный денек, не правда ли? До следующей станции Долгий путь, Трой. Ой, ты видишь это, Трой? Тормози, Трой, впереди опасность. Ох, отлично, Трой. Это было очень страшно. Что случилось, Трой? Ты о чем-то беспокоишься? А, тебе нужно добраться до следующей станции и привезти материалы Тому? Не волнуйся, дай мне найти Мэтта полицейскую машину и пожарную машину Фрэнка. Они смогут помочь тебе справиться с этим препятствием. Эй, Мэтт! Эй, Фрэнк! Поезду Трою необходима ваша помощь. Нужно ехать немедленно. Следуйте за мной. Субтитры добавил DimaTorzok Сюда, друзья, сквозь тоннель. Мэтт, Фрэнк, ну что, видите Трое? Эй, Трой! Фрэнк и Мэтт приехали тебе помочь. Так, что же нам делать с этим камнем? Трою нужно добраться на следующую станцию. Этот камень слишком тяжелый для тебя, Мэтт. О, Фрэнк, кажется, он слишком тяжелый и для тебя тоже. Что ты задумал, Мэтт? Точно, здесь неподалеку стройка. Думаю, там нам помогут. И что же, нам стоит катить камень до стройки? Какие еще идеи, друзья? Что там, Мэтт? Что ты собираешься делать с этим покрывалом? Отличная идея, Мэтт! Давай используем покрывалы вместе с тросами, чтобы оттащить камень. Прекрасно! Давайте, ребята, почти приехали! Ну вот мы и на стройке. А вот и кран Чарли. Давайте его позовем. Эй, Чарли, мы здесь! Мэтту, Фрэнку и Трою нужна твоя помощь. Этот камень заблокировал путь в Трою. Ты нам поможешь? Вау, Чарли, ты такой сильный! Отлично сработано! Путь свободен, друзья! Спасибо за помощь, Чарли! Трой, тебе пора ехать. Угу. Пока! Отличная работа, Мэтт и Фрэнк! И ты молодец, Чарли! Мы не смогли бы справиться без тебя! Пока, Мэтт! Пока, Фрэнк! Скоро увидимся снова, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok